Проводить тренировки в таком составе инструктор Кристина Акчурина пока не привыкла. Обычно в зале минимум 15 человек, но после четырехмесячного перерыва и первым посетителям рады. Главное соблюдать все рекомендации. Все тренировочные процессы проходят по предварительной записи, ввиду ограничения квадратных метров по закону сейчас. И самое главное, по нормам салонопеднадзора сейчас каждый человек должен предоставить нам справочку о том, что у него нет никаких заболеваний. По новым правилам, действующим в Югре, на входе в спортзал всем посетителям измеряют температуру. Если она высокая, клиента отправляют домой, а в помещении проводят полную дезинфекцию. В залах, где нет полноценного проветривания, устанавливают спецоборудование для очистки воздуха. У нас аппарат ультрафиолетового облучения, но он у нас, естественно, уже есть давным-давно, потому что зал без дневного проветривания, система вентиляции у нас создана искусственно, как бы это не скрыть и не все знают. И аппарат действует и во время тренировочного процесса полтора часа, и после тренировочного процесса он 100% убирает все вирусные инфекции и является как-то бактерицидным средством. Пока в Югре работают не все фитнес-клубы и тренажерные залы. Многие только готовятся к открытию, изучают все санитарные рекомендации. Одно из них – наличие антисептиков, масок и перчаток на входе в учреждение. Еще одно требование – дистанция между оборудованием. Не менее полутора метров. Во время занятия все это, конечно, можно снять. Здесь главное – соблюдать дистанцию. И чтобы это требование выполнить, многие спортивные залы вспоминают игру в тетрис и расставляют тренажеры. В шахматном порядке как угодно, ну или просто запрещают на них заниматься. Тренажерные залы и секции Югра Мегаспорт уже работают с соблюдением всех рекомендаций. Мы открыли КРК «Арена Югра», начали тренироваться команда в ВХЛ и уже подъехали мамонты игры. Открыли наш бассейн. К сожалению, без аквапарка. Аквапарк пока еще нельзя использовать для жителей города. Поэтому работает только большая чаша. Одновременно в бассейне могут находиться не более 48 человек. Действующих шкафчиков в раздевалках стало меньше из-за социальной разметки. Дистанцию спортсмены соблюдают и на свежем воздухе. Дистанция прописана полтора метра, но вы видите, минимальное расстояние 5 метров у ребят. Это 5 и 10 метров. Вот так вот в парах мы примерно выполняем практически все упражнения. Вы знаете, ребята настолько истосковались. Вообще мы рады, что по крайней мере все это закончилось. Мы стараемся больше заниматься на воздухе, потому что все-таки здесь и комфортнее ребята дышат и свежим воздухом. И в принципе даже контактов нету, потому что мы используем практически большой участок поля, на котором можем любые упражнения делать. Я чувствую себя хорошо, так как мы занимались по видеосвязи. Мы хорош в физической форме. Я очень рад, что мы наконец-таки смогли заниматься на искусственной траве. Родители на тренировки пока не пускают. Разрешено лишь провожать детей до входа в учреждение. Правило есть правило. И даже самые маленькие спортсмены уже научились их соблюдать.